это у нас кухня установлена встроена кухня фартук с крупноформатной плиточки сделан плотную без плинтуса это очень актуально сейчас максимально практично так как все эти резинки вставки они со временем желтеют забиваются грязью и очень это непрактично здесь же протер и все чистенько смотрите видео про фартук когда же облицовывать часто вопрос задают когда облицевать фартук до установки кухни либо после подоконник заменен на часть часть столешницы часто удобно тогда как столешница заказывается 4 метровая бывает 350 и остается какой-то участок его можно использовать качестве подоконника на этой стене у нас светильники здесь будет установлен стол со стульями здесь интересное решение сделан такие 3d деревянные панели они будут подсвечиваться светодиодной лентой в этой нише изготовлено но из таких вот маленьких досочек скрепленных между собой просто клипсами и наклеены на стену покрыты маслом единственный нюанс них так так как это дерево имеет расширение и у нас была проблема как бы мы до облицевали все плотненько вот но потом это все дело расширилась и пришлось ряды подрезать уже по факту текущей влажности поэтому это у нас спальня здесь у нас будет расположена кровать отделена зона кровати такими колоннами слева будет от меня шкаф здесь у нас окон окно со шторами для каждого индивидуально предусмотрен для основного света проходные выключатели и индивидуально для брашек камень у нас цементный облицован и затерт мы находимся в санузле какие моменты при облицовке плиткой надо учесть при выборе плиточки имитация доски часто и укладывают палубной но когда раскладывают плитку на фальш стенки здесь у нас вас сюда возникает ревизионный люк который нужно открывать соответственно при палубной укладке это сделать невозможно поэтому учитывайте при выборе плитки плитка либо будет лежать таким образом как у нас прошел чтобы сделать ревизионный люк либо будет уже со смещением но вырезан все равно ревизионный люк и будет у нас дополнительный шов и с вентилятором как слышите он жужжит на мой взгляд это не очень актуальное решение потому что не всегда допустим он нужен вентилятор и постоянно чтобы он жужжал поэтому всегда предусматривайте выключатель чтобы можно принудительно было выключить а не со светом сейчас мы находимся в детской комнате немножко тут склад не обращайте внимание вот эта стенка черная у нас покрашена специальной краской как по типу школьной доски на ней можно рисовать мелом и стирать такие интересные обои в ромбик пестрый как бы но свою землю к придают здесь у нас дверь то есть ниша для двери открывания и фальш стеночка для скрытого шкафа обратите внимание шкафах у нас окрашены стены так как это актуально почему потому что поклеив обои по контуру и потом прижав полки полками обои тем самым потом обои устареет вы эти поменяете а эти вы не сможете заменить так как они прижаты полками соответственно актуальнее от крашивать нишу шкафа мы делаем это в белый цвет экономно можно пошпаклевать стены под обои хорошенько без качественную шпаклевку под обои сделать и окрасить стену и покрыть ее лаком либо грунтом это будет практичнее и чище так мы находимся в ванной комнате у нас здесь плиточка однотонная одна стенка выделена рельефом очень важно при облицовке при таки при наличии рельефной плитки облицовывается гладкая потом уже подгоняется ровненько рельефная и потом герметики получаем такое красивое примыкание только так можно достичь этого результата ни в коем случае рельефная потом гладкая только таким образом обязательно ниша если позволяют место то есть нас остается какое-то место можно где-то углубиться в штукатурку можно сделать ванну допустим если по росту допустим короче и сделать обязательно нишу это очень удобно то есть на не стоит ничего на бортах все компактно сложено на полочку и не нависали никакие полки которые часто падают и на них льется вода со смесителем который установлен на рельефной плитке я делал видео посмотрите в подсказках кому интересно как установить его на рельефную плиточку столешница у нас литой акрил глянцевый белый с резной раковины зеркало к сожалению заказчики не хотели вклеивать здесь просто навесное но тоже очень большой здесь у нас фирменная заусовочка и откос из плитки на двери не остается ниша здесь будет установлена стиральная машина на ней сушильная машина сверху водонагреватель и здесь полотенчик сунежа потолок натяжной на ванну от 4 4 5 метров квадратных обязательно 6 светильников мощностью не менее 8 ватт это будет достаточно чтобы было в ванне светло так это коридор также у нас право сразу при входе будет шкаф скрытый также видим открашенном потолок натяжной со встроенными светильниками часть коридора облицована плиткой сделано примыкание ламината с плиткой кондиционер вот туалет детская спальня кухню сделан портал без двери